Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет уличная IP-камера от компании Reolink. Эта компания давно уже занимается выпуском различных уличных камер, имеет большой опыт и на рынке не первый год. Всем, кому интересна тема видеонаблюдения, рекомендую присмотреться к этой фирме, так как первая камера, которую мы сегодня будем обозревать, хорошая и качественно сделана. И отзывы про другие товары от Reolink позитивные. Перейдем к камере, поехали! Пришла камера в фирменной коробке и в комплекте есть кабель для подключения к роутеру, инструкции для подключения и настройки. Сразу отмечу, что инструкции цветные, что приятно. И по ним очень легко разобраться в настройке подключения камеры как к телефону, так и к компьютеру. Хотя и без инструкции подключение оказалось очень простым. Еще в комплекте есть две антенны для увеличения покрытия Wi-Fi, кабель для питания камеры 18 метров, переходник для европейских вилок, блок питания, шестигранник со шурупами для подвешивания камеры, ну и сама хорошо упакованная камера. Это новое поколение камер видеонаблюдения, которые разработаны специально под конечного потребителя. Они просты в настройке, подключении и в дальнейшем использовании, а по параметрам практически не уступает профессиональной серии камер видеонаблюдения. Модель камеры у нас RLS410WS. Корпус камеры белый, что позволяет не сильно нагреваться на солнце по сравнению с камерами в черной окраске. Также она полностью сделана из алюминия, имеет степень защиты IP66 от попадания пыли и грязи, а также есть защита от сильного ливня. Объектив фиксированный 4 мм с углом обзора 80 градусов по горизонтали. Максимальное расширение картинки 4 мегапикселя 2560 на 1440 пикселей с высоким разрешением при 30 кадрах в секунду. Параметры разрешения и кадровку можно сменить при настройке. Встроенная ночная инфокрасная подсветка обеспечивает камере видимость в полной темноте на расстоянии до 30 метров. 36 светодиодов обеспечивают качественную и хорошую читаемую картинку в темное время. Также одной из главных опций я считаю наличие Wi-Fi модуля и двух внешних антенн, благодаря которым камера может подключаться к беспроводной сети на расстоянии до 80 метров. Также в камере есть встроенная карта памяти на 16 гигабайт, которая позволит вам записывать видео и делать снимки на нее. Также немаловажно то, что если у вас несколько камер от Reolink, то вы через приложение можете подключить сразу все камеры и наблюдать, что происходит на каждой из них. Если подключить к компьютеру наблюдение, то будет еще удобнее. Ссылку на программу для ПК я оставлю в описании. А теперь мы с вами посмотрим, как настроить камеру и ее тесты в дневное и ночное время. Для подключения камеры к интернету у нас есть вот такой вот кабель в комплекте. И этот кабель можно подключить к вашему роутеру. У меня уже есть кабель от интернета. Сначала мы втыкаем наше питание. Далее мы можем включить наш интернет кабель. Вот, подключили. Далее мы переходим в приложение Reolink. Его можно скачать в Play Market. Есть для iOS и для Android. Так, и видим нашу камеру. Я уже камеру настроил. Настройка проходит очень просто и все очень понятно. Так, вот. Мы видим, что наша камера уже работает. Когда камера в неподвижном состоянии, ее картинка улучшается. И съемка происходит качественнее. Сейчас вы наблюдаете съемку камеры в дневное время на дальнем расстоянии, высота девятиэтажного дома. С правой стороны съемка на ближнем расстоянии. И ночная съемка с высоты, снизу. В ночную съемку автоматически включились 36 инфокрасных светодиодов. Когда камера в спокойном положении, картинка имеет лучшие качества. А если камерой потрясти, то качество дает просадку. Ссылка на камеру будет в описании под видео. Ее стоимость на момент обзора 77 долларов. Если пользоваться кэшбэком от Letyshops, то вы сэкономите еще пару долларов. Всегда платите меньше при любой покупке в интернет-магазине. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео. А также пишите в комментариях, что вы думаете об этой IP-камере и как она вам. А также задавайте вопросы, буду рад ответить. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok